Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, а любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 23 мая, день Симона Зилота, назван в честь святого апостола Симона Зилота. Именно на свадьбе Симона, когда не доставала вина, Господь притворил воду в вино. Будучи поражен этим чудом, жених уверовал в Господа Иисуса Христа, как Бога истинного, и оставив брачное торжество, и тот самый дом последовал с усердием за Господом Иисусом, поэтому он и был прозван Зилотом или Ревнителю, так как разжегся столь великой ревностью, что оставила ради любви к Христу свою невесту. Считается, что именно к сегодняшнему дню травы накапливают наибольшую целебную силу. А Симона Зилота считали покровителем травы, поэтому знахари в этот день собирают травы в лесу, чтобы готовить из них целебные снадобья. Кстати, лечебные травы сегодня собирали в одиночестве. Прежде чем сорвать, произносили специальные заговоры, стоя перед растением на коленях. В течение всего сбора трав обязательно читали Отче наш и Богородицу. Наиболее целебные свойства растений сохранились только у тех людей, которые делали сбор исключительно с чистыми помыслами. Для этого предварительно парились в бане, надевали чистые вещи и не думали о плохом и корыстном, отправлялись на сбор трав. Травы не срывали голыми руками, а использовали чистые платки и полотенца, чтобы целебная сила растений не пропала, а осталась. Собранные травы сортировали по видам, собирали в пучки и вешали сушиться на чердак. Этот день благоприятен для закладки и поиска кладов. И для этого надо было помолиться Симону Зилоту. Если клад хоронили, то чтобы он не достался чужому человеку, могли при помощи специальных заговоров завещать клад конкретному человеку, оставив ему указание, где его искать. Было так, что клады зарывали на определенное количество голов. Если клад заговорен на 20 голов, то найдет его только 21 человек. На земле сегодня не работали, поскольку считали ее именинницей. Поэтому бередить землю лопатой, бараной и даже вбивать колышки было строго запрещено и считалось большим грехом. Землю сегодня берегли и молились о хорошем урожае. Приметы. Если сегодня идет дождь, лето будет ненастным. Евгений Гитарный молодец. Он подбрасывает темы только так. А редкие вообще темы бывают, на которые я бы уже ранее не отвечал. Потому что меня в свое время что-то волновало, и я стараюсь на каждое то, что мне волнует, информацию или явление давать тот или иной объяснение. Итак, пишет Евгений. Хочу спросить. Вот в интернете многие пишут, что можно употреблять йод внутрь. Многие пишут. Но интернет есть интернет. Многие пишут так. К примеру, стакан молока и три капли йода один раз в день пить внутрь. Делали ли так вы? Возможно, делал когда-то так. Знаете, просто из-за любопытства. Можно ли так делать? Что скажете? Читать дальше. Ага, читать дальше. А может быть лучше пропить йодомарин? А вот теперь встает вопрос. А зачем вам вот что-то пропить? Вот вы услыхали, что кто-то что-то делает. А надо ли вам это делать? Вот ответьте на вопрос. Надо ли вам это делать? Видите, не ответите вы на этот вопрос. Не зная простых вещей. Если в организме не хватает йода, тогда другое дело. Вы можете использовать какие-то там подкормки. Лучше всего, допустим, из ламинарии. Чтобы пополнять йод. Либо же, либо же. Смотрите, делается такой тест. Вы берете, окунаете палочку вот этой вот с ваткой в йод. И прочерчиваете вот здесь вот. Вот здесь вот только раз. Полосочку одну прочертили. Да, у вас получается полосочка йодистая. Далее, опять вмакаете и делаете на одном и том же месте два раза. Две полосочки. И еще делаете, так же вмакаете. И делаете три полосочки. То есть у вас получается, одна полоска один раз вы прочертили. Вторая полоска вы два раза прочертили. И третья полоска вы три раза прочертили. И теперь, грубо говоря, смотрите. Если у вас, ну буквально таки, за два дня все три полоски исчезли. Это говорит о том, что у вас хронически не хватает йода. Вот тогда вы можете его так вот капать. Либо делать вот такие какие-то сетки. Либо, значит, использовать ламинарию, все это. Либо вот этот вот йодомарин вы тогда начинаете там использовать. И продолжаете делать этот тест. Который показывает, допустим, вы сделали. И выяснить, что в течение двух дней все три полоски исчезли. У вас, значит, дефицит йода. Вы буквально таки неделю-две там, допустим, усиленно там то-се там поделали. Опять только этот тест сделали и смотрите. Если он у вас там продержался, грубо говоря. Одна полосочка там исчезла. Ну там, допустим, через две недели. А вторая и третья там осталась. То уже произошло пополнение организма. Значит, можно притормозиться с употреблением всех этих йодосодержащих веществ. То есть, вот так вот вы поступаете. А не просто то, что в интернете говорится, пишут. И вы думаете, ага, ну раз пишут, и я буду. То есть, важно понимать, что отчет для себя и контроль. Нету контроля. Может, он вам вообще не нужен. Может, у вас его избыток. И вы нанесете всем этим себе вред. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Звоните в колокольчик. И подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч. Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала и все те, кто заходит на канал и чувствует, что здесь действительно что-то есть полезное. Что я хочу сказать. Если вы чувствуете, что от меня идет толк и польза, прошу жертвовать на развитие моей собственной оздоровительной программы.